Хотя год образования совсем другой, но мы принято считать именно этим годом. Дядя Миша, извините, пожалуйста, поприветствую. Проходите, пожалуйста, мне короче. Проходите, проходите. На самом деле, вот, наша старожила и все вопросы по истории, по легенде, пригласила специально дядю Мишу, чтобы он еще раз уделил всем внимания, много что рассказал, что я вдруг забыла, не добавила и так далее. Итак, значит, для всех начну немножко сначала. Кому, если вдруг, извините за то, что повторюсь, у нас в доме сегодня очень много зон. Можете ознакомиться с зоной реалок, так называемой, вот мы выделили, пойти посмотреть. Зона вот Топчина, где очень удобно, это будущее для гостевания и расположения. Наше центральное крыльцо, выставка у нас будет монет и выставка часов. Вот, вот на втором этаже все покажу, все вам расскажу. В 1925 год мой прадед покупает этот дом и переезжает сюда, с Солонешинского района, поселок Искрам. Этот дом у нас остается внутри вновь построенного дома. Мы с семьей никогда не планируем заниматься ни туризмом, ни встречать гостей, тем более не проводить такие вот экскурсии, рассказы. По-баске, как я очень люблю это слово, называется очень хорошее слово. Некий рассказ о том, как что было, и вот эта история семьи с этого времени. Никоновская реформа, несогласные семьи переваливают за Урал. За Уралом стараются там обжиться, где меньше взглядов постороннего чужого, где территории якобы свободны. И вот эта усадьба тоже была заселена именно таким образом. Растеляется, начиная от известной Агафьи Ликовой Хакасии, заканчивая Уймонской долиной. Где-то в горах, вот вы видите, например, заезжая, что Солоновку еще не так просто рассмотреть, разобрать. Как правило, это в низине. И очень грамотно и правильно размещаться между двух лет. В Солоновке есть две реки. Ну, такие основные, это Солоновочка и Песчаная. Обязательно, скажут, есть еще землянуха. Моя прабабушка жила на землянухе, много рассказывала, что даже когда-то в то время и Хариуса там ровили. Эту усадьбу в 25-м году, год опять непростой для жизни советских семей. Несмотря на то, что я пропускаю большой период времени, когда уже обжито, когда идет прекрасный товарообмен, когда в Солоновку заезжает несколько в 17-м веке экспедиционных ярманов. Это говорит о том, что село богатое, жилое. Здесь очень много чего есть в имени. И поэтому с Шелкового пути купцы заинтересованы сюда попадать и приезжать. Я уже этот момент пропускаю, 25-й год, возвращаясь к своей семье. Год непростой, только прошла смена власти, и сюда начинает этап за этапом катиться вот те самые страшные события. И мы сейчас понимаем, что этим годом очень мудрый хозяин Осип Лукич этого дома принимает решение. Свои излишки, накопленные за годы жизни в Солонешинском районе, от них избавится. Покупает это имение за 25-й год, добавляет бумажными деньгами. Почему именно это? Потому что вот эта дорога, дядя Миша, наверное, вы мне подтвердите, да? Здесь этой дорогой проходил как раз тот самый путь, где Солонешинский район, поселок Искры, идет с обозами в город Порт-Биск, где приплывают корабли и идет вот такой вот активный, очень активный товарообмен. Примечает эту усадьбу и отдает все нажитое для того, чтобы оно на самом деле не тронуло. Еще раз повторюсь, ворота и калитку мы восстанавливаем по тем старым фотографиям, которые у нас сохранились. Когда прадед здесь селится, наступает нелегкое время, время раскулачивания, образование опять сложный строй. И мы не будем говорить о том, что и опоястку, и веру очень далеко и надолго убрали. Убирают и это, это было признаком богатого дома. Под козырьком закреплялась икона, и когда человек раньше проходил, но мало того, что знаменовался, еще при этом осветлял немножко свои мысли. Леонид, ну-ка заглуши мне свой мотоцикл. Ну, сейчас он подвидит прямо сюда. Извините. Спасибо. Современно.